Здравствуйте, уважаемые спикеры, коллеги, слушатели, выпускники нашей школы по управлению интернетом, участники дискуссионного клуба. Сегодняшнее наше заседание будет посвящено предстоящему форуму по управлению интернетом, глобальному форуму по управлению интернетом, который начнется уже на следующей неделе. Он пройдет в этом году с 8 по 12 октября в городе Киото, в Японии. И, ну, наверное, надо сказать несколько слов о самом мероприятии и его значении. Форум глобальный по управлению интернетом венчает всю ту серию мероприятий, которые проходят в области управления интернетом в течение всего года. Он проходит при организационной поддержке секретариата ООН и по праву считается, мероприятия прямо с ним связаны. Как правило, он собирает в себя панели, топ-панели со спикерами, с первыми лицами и открывается первыми лицами принимающей стороны. Обычно говорят о том, что все мероприятия в области управления интернетом не очень связаны друг с другом. То есть есть отдельная когорта национальных форумов, отдельная когорта региональных и субрегиональных форумов и есть глобальный форум. Однако из опыта собственных наблюдений могу сказать, что это все-таки не так. И это все-таки достаточно стройная пирамида, потому что темы, обсуждаемые национальных форумах, потом очень органичным образом переходят на региональный уровень, потом находят свое отражение по весе глобального уровня. И затем колесо делает полный круг, и то, о чем говорили на глобальном форуме, так или иначе преломляется сквозь национальную какую-то призму уже на следующий год. И вот так и развивается эта повестка, посему особенно будет интересно поговорить с теми нашими спикерами, которые сегодня пришли, о чему будет посвящен форум этого года. Мы собрали людей, которые занимаются или академической деятельностью, или практическими какими-то вопросами и фокусируются на самых разных аспектах вопросов управления интернетом. Тем более полную и разностороннюю картину я надеюсь сегодня получить. Мы выступим, у нас будет сегодня пять спикеров. Мы постараемся сделать так, чтобы каждый спикер не вылезался на тайм-слот в 10-12 минут, потому что тем очень много, они все довольно горячие. В конце традиционно оставим время на общую дискуссию, ответы на вопросы, которые у нас, может быть, к тому времени появятся. С первым докладом я приглашаю выступить Оливик Мартиросян, научного сотрудника Дипакадемии МИД РФ и руководителя Школы международной информационной безопасности. Оливик, я прошу тебя сделать обзор основных тем, которые будут в этом году, две главные дискуссионные точки, где основные вектора внимания, о чем будет этот форум. Пожалуйста, тебе слово. Всем добрый вечер еще раз. Я постараюсь быть очень точной, лаконичной, чтобы оставить время на нашу дискуссию. Итак, 18-е ежегодное соседание форумом по управлению интернетом. У нас организовано в этом году правительством в Японии в Киото, скоро уже совсем его начало, с 18 по 12 октября. И главная тема форума звучит так. Интернет, которого мы хотим, расширение прав и возможностей для всех людей. Интересно, что большая часть повестки дня заседаний МАК была посвящена планированию ИДЖФ в 2023 году, поскольку мероприятия проходят в отличие от прошлого года, не в декабре, в октябре. Соответственно, расписание на этот год было более плотное для организационного комитета, чем в предыдущие годы. И возникла некоторая срочность в определении рамок мероприятия и в более быстром переходе к публичному объявлению заявок на проведение семинаров и сбора тем. Соответственно, несмотря на то, что тема основная достаточно открытая и широкая, чтобы охватить множество тем и дискуссий по управлению интернетом, но все же были выбраны ключевые пункты, на которых будет заострено внимание в текущем году. Интересно, что конкурс заявок открылся примерно в начале апреля и было шесть недель для того, чтобы направить заявки. И, соответственно, с учетом того, какие направлялись заявки и с учетом результата конкурса тематических дискуссий, в итоге были выбраны следующие подтемы. Это искусственный интеллект и новые технологии, это предотвращение фрагментации интернета, кибербезопасность, киберпреступность и онлайн-безопасность, управление данными и доверием, цифровые различия, инклюзивность, глобальное цифровое управление и сотрудничество, права и свободы человека, ну и, конечно же, устойчивое развитие окружающей среды. В целом мы видим, что большинство из тем, они классические для формулы по управлению интернетом, однако он отличается некоторыми изюминками от прошлых лет. И остановлюсь на основных из них, это не исчерпывающий список, возможно, дальше коллеги, которые будут выступать, также добавят что-то свое. Это то, что выделилось лично для меня. Итак, из интересных фактов, что у нас появился новый орган, это руководящая группа ИДЖФ. Она была создана во второй половине 22 года и сопредседателями являются Винсерф и лауреат Нобелевской премии Мария Реса. Это вызвало очень большой интерес в кругах научных, экспертных, по поводу того, что, в принципе, будет нового на форуме. Интересно, что круг ведения пока не совсем ясен, не совсем понятно, как группа будет достигать своих целей, как она будет координировать свои действия с другими элементами экосистемы ИДЖФ. Однако заявляется, что эта руководящая группа будет склоняться к своей роли в качестве посла, будут доводить результаты и послания ИДЖФ до высокопоставленных представителей правительств, деловых кругов и других структур ООН. Еще один интересный пункт, это что в июне 22 года был назначен посланник генерального секретаря ООН по технологиям. Очень сложное имя, я постараюсь его выговорить с первого раза, Аманди Псинггил. И, соответственно, деятельность и учреждение этой должности в целом было вдохновлено докладом ООН «Наша общая повестка дня». Еще один интересный пункт, в принципе, он прослеживается и с прошлого года, однако в этом году очень большой акцент на нем сделан, это глобальный цифровой договор. Он превратился с прошлого года из некого наброска идеи в более сложную систему консультаций, в более структурированный документ. И что здесь стоит отметить? Что с учетом того, что ожидалось в рамках саммита будущего, который должен был состояться в 2023 году, его принятие, но сроки были перенесены до 2024 год, и, соответственно, у этого форума по управлению интернетом, как ожидается, есть еще одна из основных задач, это внести свой вклад в дальнейшую разработку пунктов глобального цифрового договора. Я здесь не буду останавливаться на каких-то политических моментах по поводу того, как относятся к глобальному цифровому договору, потому что есть что сказать, но это оставим в дискуссионной части. Итак, еще одна изюминка этого года, конечно же, связана с тем, что очень много тем посвящены всемирной встрече на высшем уровне по информационному обществу в связи с чем? В связи с тем, что в 2025 году нам предстоит увидеть 20-летний обзор данной встречи. И, соответственно, уже всерьез поднимается вопрос о том, что было сделано, и поэтому мы видим, что очень много сессий, дискуссий посвящено именно этой теме. Коллеги, я постаралась быть очень краткой для того, чтобы оставить вам побольше времени, в своем следующем выступлении. Я затрону сессии, которые касаются международной тематики и молодежной. Передаю микрофон нашему модератору. Спасибо огромное. Кратко, очень по существу, и действительно, в конце мы вернемся еще к молодежной повестке. Как Ари Вик очень справедливо сказала, набор тем для текущего IGF, который предлагается обсудить на мероприятии этого года, достаточно традиционной, но отличие одного года от другого, как правило, заключается в удельном весе этих тем, в том, насколько большой фокус уделяется одной из них, насколько одна из них выбивается на передний план, отодвигая остальные и так далее. Вот об этом различии я, наверное, сейчас хотел бы поговорить и попросить Наталью Филину сделать небольшой обзор того, как менялся основной фокус тем за последние пять лет, потому что именно вот это весовое распределение очень традиционных для IGF вопросов, наверное, и определяет то, как меняется наше внимание на этом глобальном IGF. Да, попросим запустить презентацию. Наталья, тебе слово. Это, мне кажется, последний слайд, да? Это последний слайд, да, если можно перейти к первому. Да, спасибо большое. Ну и сразу, наверное, ко второму. Да, Миша, спасибо большое за представление. Ари Вик, спасибо за вводное прекрасное. Это будет очень интересный год. Вот. И сейчас я тоже коротко расскажу, почему. Не просто буду вдаваться в ностальгию и воспоминания о том, как это было вот в течение пяти лет. Значит, вот этот слайд, я надеюсь, что останется эта презентация для всех участников сегодняшней встречи. Он вам поможет найти отчеты, которые составляются в summary после каждого IGF, и там вы найдете детали, которыми я пользовалась, но, конечно, не только я обращалась к этим источникам. Следующий слайд, пожалуйста. Да, я бы хотела начать свое выступление с 2018 года. А сейчас объясню коротко, почему. Это был мой первый IGF, и это был первый год, когда я только начала активно участвовать в вопросах управления интернетом и свое членство подтвердила в различных организациях. Я была в Париже. Я была в Париже в составе небольшой группы представителей от LARCH, расширенного сообщества, которая работает с ICEN и внутри ICEN. И могу сказать, что для меня это было полное удивление и открытие вообще места и время, потому что это была очень широкая дискуссия, огромное количество сессий, мастер-классов, большое количество тем. И, конечно, глядя вот сейчас на этот список тем, поднимающихся тогда в 2018 году, я могу сказать, что да, Миша прав. В основном темы одни и те же, но меняется сильно фокус, и все, что тогда оказалось важным, может быть, сейчас уже не выходит на поверхность. Ну, по крайней мере, не занимает большое количество времени для обсуждения. Или бы эти сессии, поданные как идеи, не вызывают уже интереса и не будут утверждены, например, в будущем году и так далее. Но посмотрим. Я постаралась для каждого года достать инфографику, которая показывает как раз удельный вес распределения интересов, количество сессий по каждой теме. И мы сейчас можем увидеть, что в центре внимания были как раз права конечных пользователей интернета и права человека, потому что это был год возникновения GDPR. Очень много было тем этому посвящено. Я помню, что очень много обсуждалось, как цифровизация и ускорение прогнесса технологий будет менять рынок труда, как это повлияет на людей, как мы увидим, какой гендерный баланс, баланс людей, представляющих разные страны, представленные, плохо представленные и так далее, будут активно в интернете не только учиться работать, потреблять информацию и так далее. Не так много говорилось о фейках, о дезинформации, много говорили о кибербезопасности, о возможности усиления приватности в интернете. И этот год для IGF был очень интересен тем, что президент Макрон, как мы помним, решил взять инициативу в свои руки и сказал, что он дает особый сигнал сообществу о том, что IGF должен стать более весомой площадкой для подтверждения своей легитимности. Он говорил о том, чтобы именно IGF следил за развитием и реализацией парижского призыва к доверию безопасности в гиперпространстве. И мы понимаем, что это была такая отличная идея Макрона взять инициативу в свои руки и чаши весов немножечко в сторону Франции, правительства Франции и положение Франции в ЕС упрочить. Но мы видим, что, возможно, что-то пошло не так. И, ну, в общем, эти мечты и желания, они не совсем превратились в реальность. Следующий слайд, пожалуйста. Девятнадцатый год. Это был IGF в Берлине. Назывался он «Один мир, одна сеть, одно видение». И это был очень интересный форум, который многие из нас, я в том числе, мы посетили лично. И, как я вот здесь показала на слайде, значит, его принципиальное отличие было в том, что в этом году попытались упрочить представление различных малопредставленных групп стейкхолдеров во время IGF, во время дискуссий. И, как мы теперь понимаем, 2019 год стал началом работы парламентского трека. Сложность была вызвана тем, что парламентарии, они имеют несколько такое интересное положение, потому что они, с одной стороны, представляют интересы государств, но не представляют правительство государств. Также можно сказать, что в девятнадцатом году от общего определения, например, управления данными, перешли к более частным вещам. То есть перестали говорить о том, что данные – это новая нефть, что это безграничные возможности пользования и применения их, но стали уже уделять внимание больше правам человека, свободе человека в выборе того, кто и как, и почему будет использовать его данные. Очень много говорили о цифровой инклюзивности, а также о безопасности, стабильности и устойчивости. И что я могу сказать? Вот здесь на слайде представлено распределение географическое, и мы можем видеть, что в разные годы, вот если мы потом сравним эти слайды, эти картинки инфографические, то мы увидим, что в каждом году, например, разница участия представителей правительств разных стран, частного сектора, но в основном преобладает музея, гражданское общество, представители частного сектора, и дальше мы видим географию распределения техников, которая тоже может быть интересна. Более детально, я думаю, если вы посмотрите отчет, то вы увидите более детальное распределение тематик по вот этим трем выбранным темам этого года. Дальше переходим к слайду, который вам будет интересен для ставки, потому что он не только показывает динамику соотношения, тут в данном случае не тем, как Миша сказал, что я буду фокусироваться на темах, но интересно посмотреть о том, как возрастает интерес разных частей сообщества и разных мультистой колдерных групп к IGF, и какие темы муссировались потом в СМИ, потому что говорят, что IGF 2019 года, он показал не только структурные особенности IGF, но также и сложности, которые он вызывает, потому что говорят, что это было очень плохо освещено, ну, то есть вот эта встреча и результаты ее были недостаточно освещены в СМИ, непонятно, вот поговорили, подискутировали, и что дальше, и поэтому, то есть опять-таки люди вернулись, возможно, после 2019 года к критике IGF о том, значит, что дальше следует за этими дискуссиями. Ну, люди, вероятно, когда прочитывали 2019 год, не знали, что наступит интересный 2020 год, точнее, мы все не знали, что нас ждет. Следующий слайд, пожалуйста. Нас ждал год пандемии, и поэтому в 2020 году впервые был проведен в абсолютно виртуальном формате форум, и как раз вот это время, и вот видите название форума «Интернет для устойчивости человечества и солидарности», у меня не совсем корректный перевод здесь, он подсветил проблемы, которые, проблемы и возможности, которые интернет и испытывает, и дает людям во времена вот таких колоссальных и глобальных бедствий, как пандемия. И мы здесь видим на графике, какие вопросы в повестке вызвали наибольший интерес, доступ и инклюзивность, опять цифровые права и свободы, поднимались вопросы того, кто управляет интернетом, кто как бы существует, кто существует в этой экосистеме управления интернетом. Технические вопросы и новые технологии, новые технологические прорывы, они остались немножечко в меньшинстве. Следующий слайд, пожалуйста. 2021 год – это был год гибридного форума, который прошел в декабре в Польше. Форум получил название «Интернет доверия». Мы видим, что в темах было всего 6 тем, в них звучали экономические, социальные интеграции, прав человека, доступ, значимость, регулирование, инклюзивность. Очень много вопросов было посвящено экологическую устойчивость, изменению климата. И можно сказать, что в этом году в дискуссиях тема развития социокультурной тематики, она лидировала. И это была очень популярная среда, очень много. Я как раз делала для нашего клуба обзор вот этих всех тем. В 2021 году мы выделяли трейд, которые позволили молодежи участвовать и поднимать в повестке важные вопросы. Было очень много тем, связанных с кибербезопасностью, с экономическими и правовыми аспектами. Тоже это оказалось не последняя тема. Как я уже сказала, тема устойчивого развития, которая охватывала все три ипостаси – его социально-экономическое и экологическое – тоже были очень популярны. И опять-таки напомнили глобальному сообществу о том, что у нас еще почти 3 миллиарда человек не подключены к интернету. То есть 37% населения мира, они не имеют возможности пользоваться всеми благами сети. Поэтому нужно работать, не только говорить, а нужно работать для того, чтобы мы переходили к настоящей инклюзивности человечества и подключению людей к мировой сети. Следующий слайд, пожалуйста. Я думаю, мои коллеги, присутствующие здесь, гораздо больше могут рассказать о форуме 2022 года, который прошел в Эфиопии. Он случился на стике ноября и декабря. Жизнеспособный интернет для общего, устойчивого, развивающегося будущего. И несмотря на то, что год 2022, как мы с вами понимаем, это год был, ну, больших сложностей для большого количества пользователей интернетом, он не был, в общем, в повестку не было привнесено ничего политического, насколько я понимаю. Рассматривался обычный стэк, обычный сет или набор вопросов, который всегда волнует участников этого форума. Конечно же, вот смотрите, если мы посмотрим на этот цветной график, мы здесь не увидим... А, вот, Аревик меня поправляет, но я думаю, что да, может быть, я... А, ну, я думаю, что политизация площадки тоже зависит также и от географии размещения форума, от хостинга, поэтому без этого никак, наверное, не могло обойтись, конечно. Вот, и от распределения, возможно, присутствующих... Ну, как бы... Распределение географии присутствующих групп стейкхолдеров там. Мы видим, что здесь не представлено на графике, потому что это график NRI с инициатив рассмотренных, здесь не представлены темы фрагментации интернета, они, однако, с 2021 года, но я могу сказать, что и раньше, всегда имеют место в повестке и в дискуссии. Следующий слайд, он красивый и короткий, он посвящен форуму, на который, я уверена, поедут наши коллеги и привезут много интересных новостей оттуда. Здесь я просто перечислила темы, которые подтвердились как главные темы этого форума. Было подано очень много заявок, говорят, что рекордное количество зарегистрированных участников. У меня на слайде написано 5000 сейчас. Вот коллеги меня поправили, я видела в Твиттере информацию о 7000 участниках. Вот, магнитики. Я желаю вам удачи, я желаю представить отлично ваши доклады, участие, наши географические интересы, интересы представления группы стейкхолдеров, которые мы представляем. И если мы перейдем к последнему слайду, он, может быть, не относится к ретроспективе, но он относится к пониманию того, что все темы, которые мы выбираем для подачи тем, тех или иных дискуссий или сессий, панелей и так далее, они должны затрагивать те или иные цели устойчивого развития. Вот здесь на слайде перечислены они все, поэтому мы видим, что дискуссии важны, они важны для человечества, они очень... Ну, в общем, они должны содействовать конкретному решению проблем человечества. Я думаю, что это главный вопрос и главное чаяние всех участников IDF. Спасибо большое за время. Миша, передаю назад микрофон. Наталья, спасибо тебе большое. Шикарный обзор. Мне очень понравился. Я согласен, кстати, с твоим видением основных фокусов. Два очень коротких комментария от себя на правах модератора. Обычно говорят, что все, что попадает в интернет, остается там навеки и никуда не девается. Я немножко перефразирую. Все, что говорится на IDF, никуда не пропадает и так и остается. Поэтому парижский призыв Макрона действительно не получил большого развития, но его какие-то основные тезисы нашли потом какое-то свое второе рождение в многих других документах обсуждения. Даже сейчас, когда мы говорим, например, о таких вещах, как американская или китайская или европейская модель или подход к управлению интернетом, при обсуждении европейской мы часто ссылаемся на какие-то отдельные пункты, которые прозвучали в речи у Макрона. А также хочу сказать, что про критику IDF. Она действительно идет, мне кажется, с момента основания IDF, но пока это, наверное, единственная дискуссионная площадка такого масштаба, покрывающая такое количество вопросов и стейкодеров. Также очень интересное наблюдение просто про ретроспективу. Я всегда с большим интересом смотрю на тот слоган, который обычно принимающая сторона добавляет, так понимаю, что прерогативы, прежде всего, принимающей стороны добавляют к своему названию, потому что это такая, скажем так, такая лакмусовая бумажка по поводу того, каким они хотят, чтобы форум воспринимался. И это всегда очень интересно сравнивать с тем, каким же его на самом деле воспринимают. Эта дискрипанса – это отдельная тема исследований. Наталья не зря сказала, что состав форума, повестка форума очень сильно зависит от географии и от веса стейкхолдерных групп, которые там участвуют. И поэтому нам бы, наверное, конечно, было бы очень интересно узнать и послушать о том, что представители российских стейкхолдеров привносят в повестку, как они участвуют, с чем они планируют выступать и что обсуждать. И вот об этом я попрошу рассказать Вадима Клощенко из Центра кооперации, интернет-кооперации, международной эти кооперации. Вадим, с нами ли ты? Да, коллеги, добрый вечер. Слышно меня? Да, отлично слышно. Тебя в слово, пожалуйста. Прекрасно. Приветствую вас всех с большим удовольствием. Присоединяюсь к словам Михаила по поводу того, что действительно Наталья сделала потрясающий невероятный обзор темы IGF, которые были последние годы. Мы видим их эволюцию, видим, насколько менялись или не менялись те или иные акценты. Соглашусь, опять же, с замечанием Ревик о том, что, ну, наверное, все-таки площадка IGF так или иначе какую-то политизацию, налет политизации, по крайней мере, имеет. Да, конечно, IGF всегда отстраивается, старается себя позиционировать как нейтральная, независимая площадка. В основном это действительно удается, но, да, элементы политизации, ну, куда без них. Мы живем все-таки в стремительно меняющемся мире и геополитической ситуации такова, что, наверное, ни одна площадка, даже такая дискуссионная, свободная и открытая, как форум ООН по управлению интернета, не может не реагировать на те изменения, которые происходят вокруг. Так вот, переходя к тем мероприятиям, тем сессиям, в которых принимают участие наши соотечественники, наши российские эксперты, я бы, наверное, для начала остановился на сегменте высокого уровня. Не буду пока раскрывать интригу, потому что, сам, честно говоря, не знаю, чем закончится вот тот процесс, который идет в Минцифре, но есть план, что на сессии высокого уровня четвертой, которая называется «Доступ и инновации для оживления цели устойчивого развития», которая состоится у нас 8 числа. Собственно, все сессии высокого уровня пройдут 8 числа в нулевой день. Планируется выступление либо министра, либо заместителя министра цифрового развития, связи и массовой коммуникации. Далее идем по иерархии чуть ниже. Есть такая категория, вы все знаете, как основные сессии Майн Сessions. Так вот, нам удалось добиться того, чтобы нашего спикера второй год подряд включили в одну из Майн Сessions. В этом году она посвящена тематике кибербезопасности, доверия и безопасность и онлайновой безопасности. Здесь у нас будет выступать Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в онлайновой среде. Она расскажет об опыте Альянса. На самом деле, вообще интересный момент. Я, как представитель России в МАГе, участвовал в формировании некоторых основных сессий. И тематика защиты детей в цифровой среде, честно говоря, очень долго не находила отражение в подготовительной этой работе. В частности, сессия по правам человека, где, в принципе, должна жить тематика защиты детей, категорически от нее отстроилась. Поэтому удалось добиться того, чтобы, по крайней мере, в сессию по борьбе с киберпреступностью эта тема вошла. Надеемся, что наш российский опыт крупного бизнеса по защите детей в онлайн-среде будет востребован и интересен. Далее. Наш центр в этом году, как и в прошлом году, подавал целый ряд заявок. Из шести наших заявок, скажем так, выстрелило пять. Да, соглашусь с Натальей по поводу того, что не только огромное количество, рекордное количество людей зарегистрировалось в этом году на IGF, но и рекордное количество заявок на воркшопы, на семинары было подано. То есть там конкурс был практически шесть или семь заявок на место. Вот. У нас таких воркшопов или семинаров два. Один из них, это 72-й, называется он «Защита от искусств дарк-веба. Взгляд молодежи». Пройдет 10-го числа в 9.30 по, к сожалению, японскому времени, то есть это будет глубокая ночь здесь. И вторая сессия подобного формата у нас называется «Наталья 496-я». Называется она «Битва за интернет. За сну и проиграешь». Ну, если так переводить. На самом деле по-английски звучит более прикольно. Там у нас принимают… На самом деле сессия посвящена тематике фрагментации интернета, предпрощения фрагментации интернета, и там у нас принимает участие известный эксперт, это Ольга Макарова из МТС. Очень надеюсь, что тоже у нее получится получить визу. Не так все просто в этом году с визами, ну, то есть от случая к случаю, скажем так. Есть еще несколько сессий, которые готовил наш центр. Не обязательно в них принимают участие российские эксперты, но, в общем, коллеги из дружественных и нейтральных стран спикерами там являются. Одна из них это сессия 9 октября, 65-я, называется она… Это формат Networking Session, то есть такая коротенькая, 45-минутная, дорога не выбрана, какое будущее ждет метавселенная. В этот же день, но уже вечером, в 18 часов, 30-минутная сессия, посвященная борьбе с дипфейками, точнее, не то чтобы борьбе, а предотвращению негативных последствий применения дипфейков, и в частности речь идет о разоблачении технологий обмана. Это формат Lightning Talk, 151-я сессия, там у нас будет докладчиком основным Тимофей Винь, это оно-диалог, большой специалист по борьбе с фейками. Так, и еще одна сессия тоже в формате Networking Session, она у нас пройдет 11-го числа, называется она, опять же, переводя, «Всебирная паутина молодежи, сотрудничество во имя просвещения». в 12, нет, в 11.30 часовая сессия, там у нас модератор Алина Устинова из нашего центра. Ну, как вы видите, в принципе, у нас такая представленность достаточно неплохая в этом году российских экспертов, представляющих совершенно разные группы стейкхолдеров, то есть и государство, и бизнес, и гражданское общество. В составе делегации, насколько мне известно, будут еще представители МИДа, представители Научно-исследовательского института радио. то есть, как мне кажется, делегация будет представительной, и работа обещает быть интересной и успешной. Переходя к второй части своего выступления, я бы немножко тоже хотел отрефлексировать по поводу уже упоминавшейся здесь лидершип пэнел, или группы управления, можно так ее назвать. Действительно, ее основная задача это популяризация. Почему она лидершип пэнел? Она старается популяризировать и нести в массы, в частности, в массы лиц, принимающих решения, в том числе в штаб-квартире Оуэн Нью-Йорке, идеи и достижения IGF. Почему в этом году такой акцент, что ли, сделан на будущее IGF и на его судьбу? Ну, все вы знаете уже упомянутую историю с глобальным цифровым договором, мы неоднократно ее с вами обсуждали, и в частности в формате дискуссионного клуба цифровая реальность. Действительно, в сентябре этого года, в прошлом месяце, на полях Генассамблей ООН состоялась запланированная ранее министерская встреча, на которой обсуждался саммит будущего, который пройдет ровно через год в 2024 году, и результатом которого, кстати, и должно стать подписание этого глобального цифрового договора. Так вот, коллеги из IGF и вообще все как комьюнити форма ООН по управлению интернетом очень сильно забеспокоились, те, кто глубоко погружен в теме, очень сильно забеспокоились тогда, когда Генсек ООН по-моему, в мае этого года опубликовал доклад, в котором был достаточно недвусмысленный намек о том, что создается новый формат, формат, который называется Digital Corporation Forum, то есть форум по цифровому сотрудничеству, что очень многие коллеги как многосторонние консультативные группы IGF, так и просто представители разных стейкологических групп восприняли как угрозу будущему форуму ООН по управлению интернетом. То есть кажется, что это будет некая новая структура, некий новый форум, который будет не просто дублировать функции IGF, но и просто выхолостит и заменит собой наш замечательный форум по управлению интернетом. В этой связи началась активная деятельность в недрах МАГа, в недрах IGF по тому, чтобы эту ситуацию каким-то образом, если не переломить, то нивелировать. То есть доказать, что именно форум ООН по управлению интернетом это авторитетная, сложившаяся и абсолютно эффективная площадка, в том числе и для того, чтобы возможно исполнять новые функции по слежению за тем, что ли, как имплементируется глобальный цифровой договор. Ну, сказать слежение, наверное, неправильно, тут ни мониторинг, ни слежение, слова не подходят, поскольку сам глобальный цифровой договор задуман как документ абсолютно добровольный, не обязывающий ни к чему, но тем не менее, какой-то орган, какая-то структура все равно должна смотреть, поглядывать за тем, как он применяется. Так вот, была идея, честно говоря, пока не знаю, чем она закончилась, но была идея написать письмо генсеку ООН о том, что форум ООН по управлению интернетом, во-первых, остается эффективной площадкой, самой эффективной площадкой для обсуждения подобных тем, в том числе цифрового сотрудничества, и, во-вторых, готов взять на себя вроде как функции вот такой организации, которая будет регулярно наблюдать и докладывать мировому сообществу о том, как страны, присоединившиеся к глобальному цифровому договору, его выполняют. Именно, наверное, поэтому на первый взгляд мы можем увидеть, что в формате My Sessions есть две основные сессии, которые кажутся на первый взгляд друг другу дублируют. Эта сессия посвящена чисто глобальному цифровому договору, и вторая, которую тоже сегодня упоминали, сессия по глобальному цифровому сотрудничеству, точнее, глобальному цифровому управлению, Digital Governance такой употребляется термин. Интересный момент заключается в том, что при подготовке этих двух основных сессий спикеры, предлагавшиеся туда и туда, зачастую просто дублировались. То есть это говорит о том, что тематики очень близки. Вот поэтому и посмотрим. Это одна из, мне кажется, интереснейших интриг этого форума. Понаблюдаем. Ну, у меня, наверное, пока все. Спасибо большое за внимание. Вадим, спасибо большое. Очень действительно интересный и важный обзор. Я подумал, что мы сегодня устроили заседание с анонсом IGF и с каким-то анализом тех секций, которые только предстоят. А было бы интересно посмотреть на выхлоп этих секций. И если у нас есть практика редаутов по итогам мероприятия ICAN, возможно, было бы интересно сделать какой-то редаут по итогам IGF и узнать, собственно, что из всего того, что было задумано, было на самом деле сказано, как это было воспринято и что предполагается из фактически проведенных секций претворять и каким образом жизнь. Поэтому это пока вопрос в воздух организаторам дискуссионного клуба и его участникам. В каком виде вы хотели бы обсудить, может быть, итоги уже глобального IGF и когда. Движемся дальше. Мы постоянно говорим об IGF и вообще управление в интернет как мультистейкхолдер на мероприятии, мероприятие с участием разных заинтересованных сторон. Один из важнейших стейкхолдеров, принимающих активную участие, это, конечно же, государство, все государства, которые так или иначе участвуют в этом. Но когда мы говорим о государстве, как о одном из стейкхолдеров, который участвует, например, в формах управления интернетом, чаще всего в основном так просто исторически сложилось. Мы подразумеваем органы исполнительной власти. Так случилось. Чаще всего это министерства связи, чаще всего это какие-то органы, которые занимаются непосредственным внедрением и исполнением политик. Но с недавнего времени появилась очень хорошая инициатива, и она продолжается достаточно успешно. Образовался парламентский трек, то есть возможность законодателя между собой обсудить, каким образом, в каком направлении развиваются различные политики в области управления интернетом, ну а также в области различных юридически обязывающих документов, которые потом находят свое воплощение в виде законов конкретных стран или надстрановых объединений типа Европейского Союза. Вот про парламентский трек и про участие в нем России я хотел попросить рассказать Андрея Воробьева, директора Координационного центра Домена Фроера. Андрей, пожалуйста. Спасибо большое, Михаил. Очень рад видеть таких замечательных спикеров и слушателей и вижу, какая переписка идет в чате. Как раз все обсуждают, что уже так много всего рассказано, что же можно еще рассказать. Рассказать еще можно массу всего и про парламентский трек, и про молодежный трек, дальше Али Вик подхватит, насколько я понимаю, представит это направление работы. Но если говорить про парламентский трек, то на самом деле вот как Наташа Филина появилась на глобальном форуме управления интернетом, так и трек появился парламентский. Конечно, это такое счастливое истечение обстоятельств, но вот можно открывать Наташу персональные впечатления от форумов, и в общем-то примерно так же развивались отношения парламентариев всего мира с этой глобальной площадкой. Если говорить про российских парламентариев, то, конечно, эти годы, все вот эти годы, начиная с 2018-го, представляли руководитель профильного комитета Государственной Думы первым поехал как раз в Париж, и далее был Берлин Леонид Леонид Левин. Мне кажется, что вот он не просто проникся атмосферой этого мероприятия, но еще и в общем-то задал тон будущему участию парламентариев в Айджиэфе, обозначив, например, ну, недостаточную по мнению парламентариев недостаточный выхлоп, да, в плане каких-то юридически обязывающих документов, хотя бы итоговых резолюций, то есть парламентарии сказали, что мало просто приезжать и говорить друг к другу, ну, парламентарии, они на то и парламентарии, чтобы разрабатывать законы, документы, какие должны рождаться по итогам таких мероприятий, и мне кажется, вот это направление, оно было правильно озвучено, и в преддверии пересмотра мандата IGF, наверное, можно будет поговорить, хотя бы как раз подискутировать просто о том, что ждут парламентарии, что можно сделать, чтобы эти ожидания IGF оправдал. Дальше, до 19-20-й годы парламентский круглый стол состоялся на IGF в рамках ежегодного собрания. В 21-м и 22-м годах был введен расширенный парламентский трек, который получал уже целый ряд мероприятий в преддверии и во время вот этого ежегодного большого собрания. Могу сказать, что парламентарии по итогам 17-го форума по управлению интернетом выпустили свой итоговый документ парламентского трека. Как и положено, документ составлен очень юридически корректно. Сначала идет такая преамбулу, что называется, то есть приветствую продолжение укрепления парламентского направления IGF, опираясь на рекомендации изданий предшествующих годов. Дальше перечисленное и дань уважения отдается всем органам управления, что называется, IGF и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, Межпарламентский союз, Палата народных представителей Эфиопии, ну, учитывая, что Эфиопия была принимающей стороной IGF 22-го года, ну и так далее, и так далее. Дальше про генерального секретаря, не забываю упомянуть его доклад, наша общая повестка дня, после вот этого всего этих кивков и необязательных таких политкорректных, говорится все-таки о том, что парламентарь волнует. Не буду все зачитывать, остановлюсь на самом главном про кибербезопасность и киберпреступность. Парламентарии отдельно, поскольку они специалисты в этом, им приходится на национальном уровне регулировать все те же самые вопросы, да, как у нас есть информационная безопасность и кибербезопасность, и преступность, там, мошенничество, вот это вот все нужно давать очень четкие юридические оценки. Вот они тоже пишут, что да, вот эти, например, предметы являются взаимосвязанными, но все-таки, по сути, разные вопросы. Кибербезопасность это то, что необходимо улучшать, а киберпреступность это то, что следует предотвращать. Совершенно справедливо пишет парламентарий в своем итоговом документе, трудно с ними не согласиться, но дальше хочется спросить, а как, что нужно делать, но и на это они тоже дают ряд ответов. На этот вопрос описывая ту международную палитру документов, которая уже на сегодняшний день существует, не ко всем из них, кстати, присоединилась Россия, но тем не менее площадка международная, да, описываются самые разные дипломатические возможности международного сотрудничества в области той же информационной безопасности, международной информационной безопасности. Ну, тут у нас есть специалисты в области МИП, которые гораздо лучше расскажут эту тему, но мы говорим о том, что парламентарии как раз-таки задаются этой проблематикой, этим вопросом. Дальше, что мне нравится, да, что они настаивают, когда мы говорим о том, что есть какая-то фрагментация политическая, да, фрагментация технического парламентария, на то, опять же, и парламентарии, что они умеют договариваться, умеют общаться, они настаивают на необходимости эффективного, доверительного, регионального, межрегионального и международного сотрудничества. То есть, в этом смысле готовы работать как на площадках региональных, которые достаточно эффективны, мы это знаем, И, в общем-то, встречаться друг с другом на площадках, переговорных, на международных мероприятиях. Призывают обеспечить надлежащий баланс между мерами по повышению кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью с одной стороны, а с другой стороны международно признанных прав человека, основных свобод и так далее. То есть так, чтобы у нас не получилось вот этот исключительно запретительный механизм любых инициатив, исходящих от законодателей стран. То есть парламентарии понимают, что не все должно регулироваться исключительно запретительными механизмами. Что-то нужно делать с помощью стимулирующих мер, какие-то инновации появляются не под кнутом, а только благодаря прянику. Это тоже очень важно понимать, что и российский парламентарий, потому что некоторым кажется, что как раз российские депутаты, как правило, выступают за то, чтобы все в интернете запретить. Ведь это не так. На международных площадках наши парламентарии выглядят очень достойно. Мы, надо сказать, буквально в этот понедельник у нас в офисе в Координационном центре встречались с Антоном Горелкиным. Это заместитель председателя комитета, заместитель Александра Хинштейна. И среди прочих вопросов, поскольку сейчас Антон Вадимович стал председателем правления РАЦИТО, это старейшая российская общественная организация, стоящая на защите интернет-пользователей, и при этом учредитель, тоже старейший, так сказать, Координационного центра, мы среди прочих вопросов обсуждали подготовку к ИДЖФ. И в комитете очень знают эту площадку, что радует, потому что профильный комитет, конечно, не должен быть в стороне от и российских мероприятий, и у нас всегда приезжает, ну, по возможности, да, либо председатель комитета, вот как Александр Хинштейн в этом году был, Александр Евсич, приезжал к нам на российский форум по управлению интернетом. Ну, либо депутаты уж точно участвуют в круглых столах и в секциях национального форума, да, так и активно готовятся к грядущему ИДЖФу, и тоже своя повестка имеется. Ну, давайте перейдем, наверное, уже, потому что я вижу время, многое могу говорить, а хочется подискутировать, потому что в дискуссиях всегда самое интересное в дискуссионном клубе, а как раз вот раскрывается вся соль в вопросах и в ответах на эти вопросы. Я остановлюсь на повестке парламентского трека этого года, 2023-го. Понятно, что они заявляют то, что будут основываться на укреплении парламентского направления, и расширение набора межсессионных мероприятий, посвященных развитию межпарламентского диалога и сотрудничеству по ключевым вопросам цифровой политики. А поскольку заседание будет, ну, форум ИДЖФ будет проходить в Японии, то понятно, что особое внимание будет уделено на парламентском треке глобальному взаимодействию между парламентами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это понятно почему, потому что, как правило, региональный аспект присутствует. Мы говорим, что рекорды бьют, 6-7 заявок было на одну секцию, почти 7000 участников. Это тоже своеобразный рекорд уже сейчас. И тот регион, в котором проводятся мероприятия, как правило, представители как раз больше из этого региона. Это совершенно нормально. Также мы видим на конференциях Айкен, на других мероприятиях. И Азиатско-Тихоокеанский регион, действительно, я соглашусь, Наталья напишет в чате, что он очень концентрированный. Понятно, что им всегда есть, что обсудить друг с другом. И при этом, несмотря на то, что он очень концентрированный, он очень разноплановый. Вот только недавно буквально завершилась конференция АПТЛД, конференция регистратур национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона. Иногда смотришь и думаешь, вот вообще ничего не объединяет две регистратуры. Вот вообще ничего. А у них что-то вроде потом находится общее, кроме региональной преднадлежности. Очень большой регион, очень колоритный регион. И те инициативы, которые приходят из азиатского региона в ту же, например, систему интернет-адресации, вот те же IDN-домены, интернационализированные домены, это вообще инициатива, пришедшая как раз из Юго-Восточной Азии. Мы видим, что сегодня, собственно, уже в стратегии Айкена это направление признано одним из важнейших. Поэтому нужно будет внимательно посмотреть на то, что предложат региональные парламентарии в повестку форума IGF-2023. Дальше. Что очень важно. Запланированы три семинара для депутатов. Это многосторонний круглый стол с депутатами. И концептуальная записка, которая уже готовится и которая, видимо, будет обсуждаться, как я понимаю, на всех этих мероприятиях парламентского трека. Про парламентскую сессию номер один скажу. Что они планируют обсудить, чтобы было понятно нашим слушателям действительно проблематику, которую обсуждают парламентарии. Руководящие данные. Что могут сделать парламентарии для поддержки заслуживающего доверия онлайн-пространства. Как страны могут улучшить управление данными, обеспечивая их защиту и конфиденциальность, и при этом поддержать развитие цифровой экономики. Как обеспечить защиту персданных и конфиденциальность, основываясь, например, на декларации УСР о доступе правительств к персональным данным, хранящимся предприятиями чатного сектора. Но эта тема не только для этого региона, она важна, на самом деле, сейчас по всему миру. Еще одно важное направление, которое планируют обсудить на парламентском треке, как правительство и промышленность смогут собирать данные, используя принципы и стандарты политики и практики, защищающие данные права на неприкосновенность частной жизни. Тоже очень дискуссионный вопрос, где эта грань, где заканчивается право на частную жизнь, где начинаются вопросы той же национальной безопасности, а уж тем более международной безопасности. Насколько мы можем говорить об обезличенных данных, если они используются для эволюции, для развития промышленности, это без этого права не может развиваться промышленность с одной стороны, а с другой стороны все-таки профессиональные данные каждого человека для человека важны, для общества тоже важны. Еще очень коротко про другие парламентские сессии. Одна из них будет посвящена содействию заслуживающим доверия инновациям, как структуры управления могут обеспечить безопасную разработку и использование искусственного интеллекта. Ну, искусственный интеллект сейчас звучит везде, тут поэтому можно даже не рассказывать, о чем будет идти речь подробно. Понятно, что это и законодательные рамки для, с одной стороны, ограничения развития искусственного интеллекта с точки зрения этических норм, а с другой стороны, наоборот, для стимулирования развития, чтобы он максимально внедрялся в экономику и, соответственно, делал жизнь обычных людей проще, комфортнее и оставлял им больше времени для творчества. Но так, чтобы при этом он не забрал у них работу и не поставил в рамки мыслительных действий. То есть, вообще, тоже тема, конечно, важнейшая и понятно, что ей будет уделено целая, вот прям отдельная парламентская сессия. И третья парламентская сессия будет посвящена противодействию дезинформации. Что надо снова сделать, чтобы цифровое пространство снова стало пространством доверия? Ну, это вопрос, наверное, уже теперь больше из разряда гипотетических, потому что этой же тематике посвящена была буквально недавно конференция, проходившая в Дип-Академии, наследница Гармишевской конференции. Мы говорим об утрате доверия среди профессионалов, уже среди даже технического сообщества. Ну, и это, конечно, критически для такого будущего совместного развития интернета. Круглый стол будет посвящен тематике роли парламентария в формировании надежного интернета, расширяющего возможности всех людей. Это как раз и стандарты безопасности, и укрепление сотрудничества между правительствами, улучшение нормативно-правового потенциала и разработка нормативно-правовой базы. При этом мы говорим о нормативно-правовой базе разных стран, но они должны быть гармонизированы, дальше должны появляться надстроенные декларации, соглашения региональные и, естественно, международные. Мы все время говорим о том, что у нас очень мало документов международных, регулирующих интернет-пространство. И, с одной стороны, некоторые теоретики говорят о том, что это благо, ну, а многие, конечно, утверждают, что это как раз то, что не позволяет, наверное, говорить об области доверия и сохранения интернета в том виде, в котором мы его привыкли видеть. Вот обо всем этом могут говорить парламентарии, но мне очень понравилась идея Михаила о том, что надо вот как редаут ICANN проходит, так проводить редаут IGF. Можно поручить это, наверное, Координационному центру в рамках аппарата комитета по вопросам управления интернета подготовить такой редаут. Можно в рамках дискуссионного клуба, но это мы подумаем, как лучше сделать, но то, что это надо сделать, на мой взгляд, обязательно. Спасибо. Отлично. Спасибо большое, Андрей. Да, я думаю, что мы подумаем все вместе над тем, как это можно сделать. Я добавлю буквально один комментарий по поводу парламентских сессий и вообще их роли. В 2019 году действительно парламентарии привнесли очень интересную ноту во все это, заявив о своем видении направления развития дискуссии и какого-то появления юридически обязывающих либо документов, либо соглашений, которые должны стать итогом этого момента, этого мероприятия, этого заседания. Но тут мне кажется, что это все-таки такая двусторонняя дорога. Понятно, что парламентарии и люди, которые разрабатывают законы, они смотрят на мир через определенную оптику, поскольку работают с юридически обязывающими документами, они их создают. Но помимо того, что они свое требование привносят и свои пожелания привносят в формат и повестку IGF, для них это тоже было знакомством с тем форматом, который для них ранее, может быть, был не очень близок, поскольку IGF все-таки декларируется как площадка, прежде всего, дискуссионная, на которой сверяются часы, и после которой люди, принимавшие в нем участие, увозят уже свое впечатление, полученную экспертизу, мнения, которые в дальнейшем уже найдут какое-то отражение в различных документах. Поэтому это все-таки двусторонняя дорога, и мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы этот двусторонний характер сохранился. Мне кажется, это очень важно. Важно. Я возьму теперь слот себе и расскажу немножко о том, что делает ICANN и вообще техническое сообщество на IGF. Но прежде чем я это сделаю, я бы хотел обратить внимание участников, слушателей на то, что совсем недавно, буквально пару дней назад, были опубликованы в финальной редакции так называемые годовые цели президента ICANN. Там 14 целей, и если вы на них посмотрите, увидите тоже довольно интересную эволюцию. Почему это важно? Потому что фактически то, что там написано, оно, во-первых, определило активность и участие ICANN как в глобальной форме управления интернетом, так и в различных региональных мероприятиях, которые предстоят этой осенью и в следующем году. И они же фактически лягут в основу стратегии ICANN 26-30 год, которая будет только-только разрабатываться. Кстати, стартовая сессия для разработки этой стратегии будет проведена в Гамбурге мероприятие ICANN 28. И те, кто будет участвовать лично или кто будет участвовать виртуально, призываю вас всячески ее посетить, послушать и, может быть, дать какие-то предложения. Так вот, среди целей, я буду сразу называть цели и то, как они нашли свое отражение в этой программе, потому что здесь очень понятные и прямые параллели. Среди этих целей можно отметить следующее. Безусловно, главный, пожалуй, фокус внимания ICANN будет направлен на процессы QC с плюс 20, на мандате IGF, на участие всех заинтересованных сторон, на сохранение мультистейкхолдерного характера формов управления интернетом и вообще всех дискуссий в отношении развития интернета, проходят ли они на площадке IGF или на каких-либо других предлагаемых площадках. И, как Вадим справедливо заметил, есть мнение о том, что надо проинформировать и Генсек ООН, и основных лиц, принимающих решения о том, что сообщество довольна текущим форматом проведения этих мероприятий. Я бы просто добавил, что довольна текущим мероприятием именно в том мандате, в котором он сейчас существует. Еще один крайне важный фокус касается фрагментации интернета. Он, скажем так, этот вопрос и больше, и больше, и чаще возникает на различных площадках, но тут отмечу, что ICANN как техническая организация, которая всегда говорила о себе как техническая организация, совместно с другими техническими организациями, такими, как, например, региональные регистратуры, выступают за то, чтобы уточнить это понятие, потому что очень часто появляются различные спекуляции, когда фрагментации интернета называют то, что есть совершенно не является, по крайней мере, с точки зрения технических организаций, таких как наша. И очень часто об этом уже говорили, о некой политизации форума. Так вот, не совсем корректное или, может быть, чрезмерно широкое толкование понятия фрагментации интернета как раз часто используется как некий крайне политизированный аргумент в различных дискуссиях, хотя, в общем-то, наверное, фактурной базы под собой не имеет. Вот эту несколько образовательную, может быть, функцию как раз ICANN и ближайшие соратники из, например, региональных регистратур пытаются на себя брать, в том числе на площадке глобального IGF. В целях, которые, собственно, были обозначены по списке целей президента и директора ICANN, это обозначено как более тесное взаимодействие с региональными регистратурами для уточнения понятийного аппарата и общих подходов к вопросу управления, технического управления интернетом. Из этого вытекает еще следующий пункт. Несколько раз уже и на предыдущих каких-то мероприятиях, и на региональных, и на глобальных, мы уже упоминали такую отдельную область, скажем так, человеческого знания, как техническое управление интернетом. То есть это подраздел вот этих вот всех больших дискуссий, которые касаются вопросов работы интернета с технической точки зрения, прежде всего. Это система уникальных идентификаторов, это протоколов, это технических стандартов и так далее. И на этом IGF тоже будет сделана попытка выделить некий отдельный трек, посвященный именно техническому управлению интернетом, потому что помимо некой, опять же, образовательной функции, это еще несет очень важную репутационную функцию. Оно позволяет другим людям лучше понять роль, например, ICANN, роль RIPNCC и других технических организаций во всем этом процессе. Потому что очень часто у людей есть превратное представление о роли этих организаций. Нам часто, например, приписывают то, что мы совершенно… то, чем мы не занимаемся и никогда не планировали заниматься. И последний, наверное, важный трек, который я хотел бы, наверное, отметить, это вопросы, связанные с мультирингвальным интернетом, инклюзивным интернетом. Если раньше мы говорили об IDN-ах, интернетализированных доменах, после этого мы говорили об универсальном принятии, сейчас мы расширили это понятие, говорим, во-первых, сначала о мультиязычном интернете, и сейчас мы говорим о инклюзивном интернете, и этому тоже будет уделено большое внимание со стороны спикеров ICANN, и даже есть отдельные сессии, организованные ICANN специально по этой теме. Я вижу вопрос определения фрагментации пикента ICANN, я обязательно отвечу на него в секции вопросов и ответов в дискуссии, потому что вопрос дискуссионный как раз. А пока я предоставлю слово последнему нашему докладчику из основного списка, Аревик с возможностью, во-первых, может быть, подвести какой-то итог, во-вторых, рассказать о молодежном треке, который мы тоже сегодня анонсировали. Аревик, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое. Постараюсь тоже сделать это супертезисно. Так, демонстрирую свою презентацию. Надеюсь, она видна. Все отлично? Видно? Так, я вижу, что Андрей кивает головой, значит, все хорошо. Отлично. Итак, что касается молодежного трека. Ну, традиционно он будет организован. Также будет формироваться молодежное послание, которое будет подготовлено в том числе участниками молодежного трека прошлого года. Если прошлый год был посвящен цифровой трансформации, то в этом году организаторы решили сделать основной темой трека «Вопросы кибербезопасности и доверия». И интересно, что, соответственно, это будет ключевой темой молодежного трека. И в частности, в этом треке будут освещены такие темы, как развитие потенциала в области общей концепции политики кибербезопасности и доверия, возможности и вызовы, которые цифровые технологии приносят разработчикам, налаживание связи между молодежью со всего мира и поддерживание сотрудничества между молодежными инициативами, которые участвуют либо заинтересованы в управлении интернетом по всему миру. Здесь на слайде представлен QR-кодик, по которому можно прийти и увидеть подробную информацию по глобальному молодежному саммиту EGF. Насколько я помню, в прошлые годы, кстати, одно из отличий. Мне, например, очень нравилось то, как это проходило, когда это был онлайн полностью формат в Польше. Была подготовительная часть молодежного саммита, собирались молодые эксперты, разделялись по группам профильным и готовили какие-то свои отдельные сессии. В этом году я такого процесса не наблюдала, однако подготовительная работа была проделана достаточно большая, и в целом мы можем увидеть, что молодежные инициативы со всего мира проделали достаточно долгую дорогу для того, чтобы организовать молодежные сессии. И можно сказать, что в течение всего 2023 года на нескольких региональных площадках было проведено 4 крупных семинара по молодежной тематике. Главными вопросами повестки стали безопасность детей в интернете, развитие потенциала молодого поколения в области кибербезопасности, расширение прав и возможностей молодежи в вопросах компетенциальности, безопасности и свободы в метавселенных, а также этичное использование искусственного интеллекта для инклюзивного и инновационного развития цифрового ландшафта. И, соответственно, на этом слайде мы можем увидеть, что семинары такие были проведены в Финляндии, Колумбии, Австралии, Нигерии, и, соответственно, на основе вот этих отчетов, которые были подготовлены в рамках отдельных воркшопов, сессий, также будет формироваться послание молодого поколения на глобальном форуме ООН по управлению интернетом в 2023 году. Что интересного еще можно увидеть, хотелось бы также подчеркнуть, что, как заявляется, вот этот глобальный молодежный трек начал свое формирование в региональной структуре, соответственно, тогда, когда проводилась европейская конференция Евродик, соответственно, в июне 2023 года, и тогда началась активная работа. При этом где-то с 1 апреля 2023 года молодежная группа Youth Coalition on Internet Governance и общество интернет Айсек, они начали организацию виртуальных сессий по EGF и совместно подготовили несколько рабочих групп в Телеграме, доступ к которым был открыт. Соответственно, можно было зайти на веб-сайты, увидеть разбивку по экспертным тематикам, присоединиться к этой группе в открытую и вместе с остальными экспертами из других стран принимать в этом участие. Это был интересный опыт в этом году, которого не было в предыдущем. Соответственно, призываю всех участвовать, это было интересно. Также есть внутренний документ, где можно было бы увидеть количество сессий, которые было полдено молодежным поколениям, где-то около 70 сессий. К сожалению, не все они были приняты, но, мне кажется, само вот это число, 70 сессий, говорит о том, что работа молодым поколениям была проделана колоссальная. Что касается сессий по нашей тематике, которые мне кажутся интересными. Конечно же, в первый день будет непосредственно проведен вот этот Global Youth Summit. Более подробную информацию можно увидеть по QR-коду. Есть несколько сессий, которые можно посетить людям, которые только начинают публикацию в тему. Например, сессии New Commerce Session. И посмотрим по дням. Значит, в нулевой день у нас глобальный молодежный саммит. Также будет сессия, посвященная молодежному вовлечению и укреплению борьбы за безопасность молодого поколения от онлайн ущерба. Также в первый день будет сессия общества интернета, которая будет освещать проекты, подготовленные выпускниками этого года и выпускниками прошлых лет. Это тоже советую посетить, потому что помимо того, что можно развить контакты, можно услышать о новых идеях, которые будут в дальнейшем развиваться, понять, насколько вам будет интересен такой формат работы в будущем для того, чтобы податься. Почему на этом акцентирую внимание? Потому что 2 октября, до 20 октября, соответственно, Айсек открыл набор на свою образовательную программу для молодых экспертов в области управления интернета и тоже можно принять участие. Тут, наверное, остановлюсь и скажу, что я не пропагандирую американскую онкологику. Я отношусь к этому так, что во всех площадках, где можно принять участие молодежи, делать это стоит, потому что, ну мы, как видим, уже говорили наши коллеги о том, что, к сожалению, представителям России частенько мешают принимать участие в мероприятиях, в том числе используя визовые вопросы. И на мой взгляд, вот эта возможность через молодежь доносить какие-то мысли крайне важный инструмент. И поэтому все, кто нас сейчас слушает, я вас призываю активно участвовать, чтобы наш голос тоже был услышан. Соответственно, помимо сессий, которые организуются нашими иностранами, коллегами, есть еще сессии, которые непосредственно организуем мы. И хотелось бы рассказать про наши сессии. Значит, это сессия по международному правовому регулированию ИКТ. Будет организована совместно с Молодежным советом координационного центра и Центром глобальной IT-кооперации. Ну, тут еще такой момент, с которым столкнулись, наверное, все участники этого года, и в том числе в большей степени молодые участники, что не сразу нас оповестили о том, в каком формате какие сессии будут проходить. И стало сюрпризом, что Lightning Talks проходит только в формате очном. Пришлось сильно перекраивать расписание, искать людей на площадках. И большая благодарность Центру глобальной IT-кооперации, что они нас поддержали и помогут вместе с Молодежным советом КЦ эту сессию организовать. Основные вопросы, которые мы тут затронем, это как регулируется ИКТ, какие документы существуют в каких странах, какие есть правовые вакуумы, что следует делать. И, соответственно, разные эксперты поделятся своим видением. Еще одна сессия, которая идет наряду с самой актуальной темой этого года, это искусственный интеллект. Она у нас организована совместно с Молодежным советом КЦ, посвящена тематике искусственного интеллекта в образовании. Тоже достаточно такая, наверное, только начинающая изучаться тема. Будет интересно посмотреть, какая будет обратная связь. Также приглашаем принять участие. Ну и на этом я потихоньку завершу и расскажу подробно еще раз про программу, о которой я говорила, что Айсек совместно с Internet Gaunt Forum ежегодно организует программу молодых посланников, форум ООН по управлению интернетом. Соответственно, я была сама выпускником этой программы. Могу сказать, что сильно глубоких знаний вы не получите. Однако это еще один такой инструмент расширить контакты среди единомышленников, получить интересные знания с точки зрения того, как наши зарубежные коллеги воспринимают управление интернетом, какие актуальные темы есть. И, конечно же, с прошлого года было введено это нововведение, что все, кто проходит образовательную программу, лучшие 10 человек из них становятся посланниками, и в дальнейшем они получают финансовую поддержку для участия в ИДЖФ. Соответственно, в 2024 году эти лучшие посланники смогут принять участие уже в Канаде. И я думаю, что это прекрасная возможность для молодежи. На этом я, наверное, завершу мысли по поводу молодежного трека. Косвенно коллеги поднимали вопрос по поводу международной информационной безопасности. Что могу сказать? Проанализировав все сессии, которые есть, тяжело вырисовать какую-то прямую линию по международной информационной безопасности, потому что все-таки это самостоятельная, более широкая тема. И поэтому я бы акцентировала внимание на интересных темах с точки зрения международных отношений, международного сотрудничества. И что мы можем увидеть? Что в первый день, начнем с нулевого дня, конечно же, это женский саммит. Женский саммит и африканский цифровой саммит. В первый день далее будет организована, вот как раз это сессия для новопришедших на ИДЖФ, где можно узнать какие-то особенности того, как организуется форма по управлению интернетом. Но мне кажется, что мы сегодня шикарно это осветили. Далее будут интересные темы, связанные с глобальным цифровым югом, по поводу международного сотрудничества в области искусственного интеллекта и цифрового управления. Во втором дне будет несколько сессий, которые сконцентрированы на деятельности Организация объединенных наций. Это будет тематика искусственного интеллекта и прав детей, имплементация регламента ЮНИСЕФ, и еще будет тема по фрагментации интернета и роли глобального цифрового договора. Также будет очень интересная тема, на мой взгляд, я такого не видела в прошлые годы, это тема, связанная с морской отраслью, то, как подводная инфраструктура влияет на развитие цифровой кооперации. Супер необычно, нестандартно, неинтересно. Это будет сессия второго дня. Далее будет тематика, опять же, ООНовская по правам человека. Очень интересная тема по выборам и интернету. Это все тоже второй день. И в 18.40, во втором дне, будет такой чат с Международным союзом электросвязи. Мне кажется, достаточно такая сессия, где интересная, где тоже можно принять участие и узнать тоже новые какие-то аспекты. В третий день из интересного, что я вижу, это, конечно, сессии, посвященные Всемирному саммиту информационного общества. Также будут наши партнеры, коллеги, оппоненты из Европейского парламента рассказывать про деятельность своей молодежной делегации на IGF. И в последний, четвертый день будут вопросы, которые касаются искусственного интеллекта и деятельности ЮНЕСКО. И, что очень интересно, будет также поднят вопрос как раз в рамках Международной информационной безопасности. Это программа действий ООН. Интересно, что там будет обсуждаться, насколько это будет в рамках мандата форму ООН по управлению интернетом, какой будет итог этой сессии. И, наверное, пожалуй, последняя сессия, которую я закончу, это будет мультисторик-холдерная платформа регулирования и глобальный юг. Опять же, можно увидеть, что вот тема глобального юга также часто здесь встречается. Пожалуй, эта тема с прошлого года, в связи с тем, что форум проводился в африканской стране, звучит громко, интересно и привлекает много людей. И, соответственно, на этом я завершу свой монолог, передаю слово модератору для того, чтобы мы перешли к дискуссию. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо, Ревик. Шикарная точка в основных докладах. Я могу только добавить, я сам, как представитель американской НКО, всячески призываю российских стейкхолдеров принимать участие в этих мероприятиях. Более того, собственно, все те, кто участвует в митингах ICANN и в инициативах других организаций, организованных по тому же принципу, в разных странах, хорошо знают, что это как раз одна из главных задач для привлечения других участников из самых разных стран для того, чтобы добиться полного, скажем так, покрытия. И мы как раз очень часто даже помогаем с визами на наши мероприятия, что, в общем-то, тоже знают люди, часто посещающие наши встречи. Премия вопросов и дискуссии. Прежде чем мы перейдем к вопросам и дискуссиям от слушателей, ну, наверное, прерогатива будет все-таки у спикеров. Если кто-то из спикеров хочет дополнить выступление своих коллег, добавить какой-нибудь комментарий или вопрос, или что-нибудь еще, у вас есть такая возможность. И после этого мы как раз позволим всем остальным участникам написать вопросы или в чат, или поднять руку. Вижу, первая была Наталья и вторая Андрей. Наталья, тебе слово. Спасибо большое, Миша. Спасибо большое всем. Удивительно приятная встреча, информативная, здорово. Я, знаете, хотела бы задать нам всем вопрос один. Вот мы говорим о том, что у нас, ну, по крайней мере, организаторы стараются сделать неполитизированной площадку. Может быть, это, конечно же, это хорошо, но, может быть, это не позволяет отразить многие аспекты, тенденции и происходящее вообще глобально сейчас в мире. А сейчас, мне кажется, накал страстей такой бушует, что, может быть, и можно было что-то привнести в дискуссию. И второй вопрос, всем тоже короткий. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот я делала ретроспективу такую последние пять лет. Отражало ли происходящее в обществе, в цифровом обществе то, что обсуждалось в IGF? Потому что, почему я задаю вопрос? У нас сейчас в сообществе, значит, мы рассматриваем активно ивенты, которые происходят в интернет-говернанс-поле. И я сейчас могу увидеть такую тенденцию, скорее всего, мы увидим ее в следующем IGF, о том, что мы начинаем говорить уже о сетевых технологиях, о возможностях доступа к интернету и правам пользователей в Солнечной системе, в космосе. То есть, ну, как бы мы это еще не потрогали, вот это еще будет. А реальность-то как сейчас вот у нас? Отражается ли нет? Спасибо. Наташа, кому конкретно вопрос? Не хочешь тебе, не знаю. Хорошо. Два очень коротких комментария, чтобы просто время много не занимать. Ну, во-первых, про политику. Я считаю, что просто, когда мы следуем программе форма IGF, не стоит мешать все темы в одну. И, собственно, поэтому и появились различные направления, типа технического управления интернетом, которые рассматривают технические вопросы и стараются не затрагивать ничего, что выходит за скоп этих вот как раз вопросов. Что касается политизации, я лично, ну, не вижу в этом чего-то прям совсем плохого, да, просто потому что это что-то неизбежное, абсолютно неизбежное и нормальное. Просто потому что тот скоп вопросов, который, в принципе, охватывает IGF, они, в принципе, неотделимы от понятия политики. Ну, смотрите, если у нас есть парламентский трек, это люди, которые занимаются разработкой документов и законов. Это и есть политика. Как мы можем говорить о неполитизированности, да, ну и так далее. То есть, в общем-то, ничего в этом страшного нет. Что касается Солнечной системы, ну, это, конечно, такой фан больше. Да, я тоже видел этот вот отчет, да, вот недавно опубликованный, да, про как бы, ну, взаимоотношения в Солнечной системе. Ну, понятно, что это просто вопрос некой поляризации, ну, а также, возможно, что-то, что позволит нам как-то, ну, как-то просто узнать, куда мы идем. То есть, я отношусь к этому просто как к некому такому забавному факту. Спасибо. Может быть, у кого-то еще есть комментарии? Так, а можно я... Андрей, да, давай, пожалуйста. А потом тогда Аревик, да, так думаю, тоже есть что сказать. Ну, во-первых, по поводу политизации, слушайте, ну, все, все площадки профессиональные сегодня политизированы, это очевидно, да. Другое дело, что некоторые пытаются эту политизированность, ну, так вот прям формально убрать, чтобы она не звучала в программе, в тезисах, в материалах, да, и, то есть, ну, и это, взяло политизирование, тогда уходит в кулуары, что тоже хорошо, кстати говоря, потому что это тоже место для обсуждения. Когда наберутся в себе смелости, да, все, что называется, начать называть вещи своими именами и приступить к какому-то переговорному процессу, мне кажется, это как раз произойдет тогда, когда, ну, как раз на политическом уровне будут приняты соответствующие решения. И вот тогда уже профессиональное сообщество тут же начнет обсуждать, что теперь мы с новыми вводными можем сделать. А пока на высоком уровне нету каких-то изменений, ну, в общем, мы, конечно, вряд ли что-то сможем на нашем таком техническом уровне там решать глобально. А что касается вот этой широты программы, да, широта программы, она всегда, вот, всегда была так, что проблематика какая-то интересует только часть того или иного региона. Ну, например, в центре, в Совете Европейских регистратур доменов, и кто о чем, а я все о доменах, конечно же, да, им никогда была неинтересна тематика IDN, ну, вот так, чтобы прям погружаться в нее. Ну, ну, все у них прекрасно с латинскими доменами, и вот эти, ну, и да, есть у них умляут, но это как у нас языки малых народов севера, да, там, конечно, это очень важно, но не настолько, чтобы целую секцию там посвящать на техническом сборе. И вот так получалось, что, например, в APTLD, наоборот, эта тема, ну, крайне важная, и они там все время разрабатывают, что-то придумывают, у них инновации, у них прогресс, ну, и так далее. Хорошо-то или плохо, мы же все равно и там, и там пытались эту тематику прокачивать, да, и, ну, да, вот, а что-то было на форуме IGF для меня, например, удивительным. То есть, когда приезжали, а там-то и смотришь, думаешь, а что, это проблема? А у кого-то это реально проблема, там, с теми же, например, правами женщин, я помню, что когда там просто заходил я на этот секс, мне просто было интересно, что обсуждаю, прям реально начинаешь сострадать этим дамам, которые рассказывают, что у них, ну, не то, что там близко к равноправию, да, там вообще все очень и очень, да, неполиткорректно, скажем так. И поэтому, наверное, для нас это еще и возможность, может быть, увидеть те темы, которые мы сегодня думаем, что нам неактуальны, а завтра оказываются актуальны, а мы уже хотя бы знаем, что их уже кто-то обсуждал и знаем, ну, как бы как их обсуждал, да, и нам проще будет с этим уже вот в свой салат эту тему добавить, да, мы понимаем, какие-то чужие рецепты мы применим, вот так вот скажу. И можно сразу свой вопрос в брошу, там, я знаю, что Арилик потом дополнит по этим двум, да, Наташинам, Мишинам, да, вернее, IGF и в СИС. Вот ICANN как относится к двум вот этим глобальным площадкам, потому что есть же еще саммит, да, по развитию информационного общества, и тоже ООНовский, но совершенно другой, да, и вот мы так хорошо рассказали, что все у нас на IGF, а что ICANN на СИСе, особенно мне интересно как раз at large community, ну, и позиция, наверное, официальная уже ICANN, да, которую может Миша, может быть, озвучить или свою личную точку зрения. Но это вопрос нас на будущее, да, а Арилик хотел прокомментировать, я так понимаю, первые два вопроса. Если честно, я уже немножко забыла, какие по порядку это были вопросы. Я, наверное, остановлюсь очень коротко на политизации, что, ну, все-таки хотелось бы, чтобы площадка оставалась, ну, вне политики хотя бы в том смысле, в каком мы ее понимаем с точки зрения того, что можно выбрать темы, которые будут компромиссными для всеми, для того, чтобы IGF, как дискуссионная площадка, использовалась в своем полном формате. Но с прошлого года мы активно видели, что происходила немножко смена направлений дискуссий, которые выходили из мандата IGF, и условно для меня это показалось немного странным, в том числе я не могу не сказать этого, что встречалось очень много случаев, когда мы сталкивались с дискриминацией. И не буду называть по именам структуры, но они этим грешат вплоть до сих пор. И хотелось бы, наверное, здесь свою мыть закончить тем, что вот проведя анализ того, что делает международное молодежное сообщество, очень сильно развиты региональные структуры. И мне кажется, что перед нами сейчас должна стоять задача создать и свою, чтобы не только наша вот отдельная деятельность каких-то организаций была направлена на то, чтобы мы освещали то, что мы делаем в стране, но и для того, чтобы мы создали вот какую-то всероссийскую структуру, либо структуру в рамках того же BRICS, где бы могли представлять интересы молодого поколения и делать это более эффективней, более ярче, и чтобы нас могло услышать больше людей. Ну, так, я, наверное, на этом завершу. Но мне кажется, что это очень важно, потому что если мы откроем вот эту страничку молодежного саммита, мы увидим там вклад очень многих стран, но про нас там очень мало. А мы делаем немного, и нам надо это начать активнее освещать. И, возможно, как раз на базе молодежного совета КЦ мы сможем это сделать уже в более широком и более распиаренном формате. Передаю слово дальше коллегам. Менее политизированным, может быть, даже, да? Да, спасибо, Ревик. Давайте, наверное, я сейчас добавлю некий финальный комментарий уже в ответ на вопрос Андрея про ICAN, и дальше открываем просто площадку для всех, иначе мы этим вот маленьким кружочком займемся остальное время. Но вот тут, на самом деле, я хочу вернуться к своему выступлению и сказать, что иногда ICAN очень часто приписывают роль, которую он совершенно не выполняет, как техническая организация. И он здесь не выполняет роль того, кто определяет, скажем так, главенство IGF или в СИСа, а работает по принципу того, что мы рады прийти туда, где нас будут слушать. Вообще во всех площадках. Я вижу комментарии Наташи про то, что два предварительных заседания на ICAN будет. Но тут я хочу, наверное, сделать такое разделение. Важно не путать в СИС как площадку и в СИС плюс 20 как процесс. Это все-таки чуть разные вещи, и на ICAN будет обсуждаться именно в СИС плюс 20 как процесс. Пока IGF, ну, так сложилось по факту, он все-таки выполняет роль ведущей, координирующей площадки, и все внимание в основном к нему, это видно и по количеству участников, и по резонансу, и по тому, что на IGF выступают первые лица, а не там на в СИС и нет, да. Внимание, основной IGF, ICAN привязано, приковано, конечно же, к IGF. Но это исключительно, мы здесь некой такой ведомой позиции, из которой мы готовы говорить со всеми, кто готов нас слушать. Если завтра эту роль вдруг займет в СИС, мы также будем совершенно спокойно работать с ними, не имея никакой принципиальной позиции о том, кто из них должен быть главенствующим. Это не наша роль. И вот, в смысле, об этом, в том числе, об отточнении своей роли, мы в том числе будем говорить, кстати, на этом же IGF. Так, открываем, наверное, площадку для всех остальных. Могут бы участники либо поднять руку и задать вопрос голосом, либо написать его в чате. Но если вы пишете его в чате, я прошу вас тогда написать букву Q, чтобы я отделял это от простой реплик и указать, кому именно вы задаете вопрос. А пока вы думаете и задаете, я отвечу на вопрос, кто мне задал его. А, Вячеслав Перохин задал вопрос про определение фрагментации принятой ICAN. Опять же, ICAN не принимает таких определений, мы не берем на себя такую функцию. Но у нас есть совершенно четкое представление, что фрагментацией не является. И тут я хочу сделать некую вообще очень-очень короткую ретроспективу понятия фрагментации, которыми мы сталкивались на протяжении последних, ну, нескольких лет. Если вы помните, когда-то давно, когда у нас запускались первые ID-андомены, был страх того, что у нас интернет распадется на несколько языковых кластеров. Тогда появился термин, который тогда широко популярный – балканизация интернета. По аналогии с балканскими странами, образовавшимся из распад России и Югославии. Ну, как показала практика, ничего этого не случилось. Затем были похожие дискуссии. И это было, кстати, вот в 19-20 году, когда было объявлено о некоторых таких довольно ярких технических инициативах. Это инициативы, например, по внедрению в Россию национальной системы доменных имен и по внедрению так называемого европейской ДНС-системы, Евро-ДНС. И тогда специально к нам даже обратились журналисты различных СМИ, в том числе российских СМИ, с вопросом, они считают ли ICANN это балканизация или фрагментация интернета, не увидели мы здесь угрозу. На что мы дали ответ, да, это дал ответ наш технический директор, о том, что до тех пор, пока, например, корневая зона является единой, до тех пор, пока она связана единой цепочкой ключей ДНС-сек, и она не изменяется, нам совершенно все равно, нам как редактору и держателю корневой зоны совершенно все равно, где конкретно она содержится. Поскольку этот факт обеспечивает единство адресного пространства и она обеспечивает единую картину мира для пользователя, неважно из какого окна, из какого устройства, из какой географической точки, с использованием какой операционной системы он смотрит в интернет, для них интернет един. Поэтому никакие такие технические проекты мы тоже не считаем фрагментацией интернета. Посему вот то внимание к теме фрагментации, которое я обозначил со стороны ICANN на глобальном IGF, предстоящем, но будет скорее направлен не на то, чтобы установить свое определение этого термина, да. Опять же, не стоит приписывать нам роль большую, чем мы обладаем. Сколько на некое техническое просвещение в рамках вот этой вот политики технического управления интернетом и уточнение того, что им не является. Именно для того, чтобы избежать спекулятивного использования понятия фрагментации интернета в политизированных целях. Я надеюсь, что ответил Вячеслав на ваш вопрос. Так, я вижу руку Ольги Макаровой. Ольга, очень рада буду тебя слышать. Отлично. Я тогда сделаю небольшое замечание по фрагментации интернета. Во-первых, термин «боконизация» появился в 1997 году. Была совершенно чудесная работа, причем это научная работа специалиста из Массачусетского технологического института. Она называлась «Виртуальная деревня» или «Кибербулканизация». И там действительно с использованием математических моделей разбиралась тема того, что, в принципе, интернет может привести к делению на вертикальные группы. Там достаточно интересный предмет. Это 1997 год. То есть там совершенно другой интернет у нас был на тот момент. Там достаточно интересная тема приводилась. Был такой, я забыла фамилию, сейчас не вспомню. Но был деятель, он достаточно известен, кстати, и в кругах по управлению интернетом. Он живет в Перу. У него был такой проект «Перуанская деревня». То есть он обеспечил там жителей Перу каким-то образом доступом к интернету. И вот внутри этой перуанской деревни перуанское сообщество, оно общалось. А дальше, соответственно, когда интернет стал развиваться, один из психологов сказал, что, ребята, я начал общаться с психологами по совершенно другой вертикали. И чем больше я общаюсь с психологами по совершенно другой вертикали, тем, соответственно, меньше я общаюсь в перуанской деревне. Есть такое понятие «ограниченная рациональность». Знаете, где такое самое узкое место в интернете? Самое узкое место в интернете – это место между мозгом и компьютером, извините меня, между вашими глазами и компьютерами. Это самое узкое место в интернете, потому что она вмещает в себя вполне, так сказать, ограниченное количество информации. Вот, и ребята там изучали, причем действительно там с очень хорошими математическими методами. Они, собственно говоря, изучали вот эти вот связи, как они выстраиваются, и, соответственно, там делали некую модель балканизации. Тогда балканизации, и после появился термин «фрагментация». Что я хочу сказать? Слушайте, когда мы говорим о фрагментации интернета, я, по крайней мере, везде вижу закон Майлза в действии. То место, то, на чем вы стоите, зависит от того, где вы сидите. Вот это ровно так. Если вы посмотрите вклады разных сторон фрагментацию интернета, да, это просто вот разные, то есть Facebook пишет, даешь трансграничную передачу данных. Везде, всюду, без ограничений. Там библиотеки пишут, даешь развитие библиотеки. То есть вот это все каким-то образом привязывает фрагментацию интернета. Действительно очень много спекуляций, действительно очень много спекуляций, в том числе там и по блокировкам. Сейчас IGF выявил три, да, направления, ну, три. Key Dimensions, называется, да, это фрагментация пользовательского опыта, фрагментация, соответственно, технической структуры, фрагментация управления интернетом. Но, опять же, все слова, 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 слова. Значит, вот в свое время, когда у нас там делался закон о суверенном Рунете, да, и, в общем-то, мы, этим страдают все, этим страдаем и мы, да, когда у нас делался закон о суверенном Рунете, мы предлагали, что, ребята, давайте пропишем перечень угроз, да, то есть сделаем риск-ориентированную математическую модель, и дальше будем смотреть, какие меры к этому принимать. Но нет, у нас же все, в общем, давайте, давайте, у нас сплошные угрозы. То же самое с фрагментацией, да. Значит, опять же, приведу пример вот блокировки. Во-первых, блокируют все страны, и каждая страна имеет собственную политику блокировок, иногда на какое-то время политики блокировок совпадают, да, чтобы, опять же, это тоже научная работа, да, опять же, чтобы, вот когда говорят, Россия и Китай – братья навек, ничего подобного. У Китая политика блокировок немножко похожа на Рейхенштейн, и больше ни на что. У России политика блокировок похожа на политику блокировок Северной Кореи, Саудовской Аравии и Турции. Правда, Турция немножко по-другому сейчас выворачивает, она делает, уже делает у себя там, ну, хочешь превратиться в большой интернет-хаб, нас, к сожалению, мы, к сожалению, там свои позиции пока утращиваем, очень жалко, да. Когда есть рискоориентированные модели, а я уже разговаривала с ребятами, да, когда есть цифры, то есть вот здесь, значит, вот сценарий такой, сценарий такой, сценарий такой, вероятность наступления такая-то, 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 последствия такие-то, такие-то, такие-то в цифрах, вот тогда мы можем точно говорить о том, где проходит граница фрагментации, а пока это все липсовис, так что называется. Спасибо. Абсолютно, абсолютно с тобой согласен, а ровно об этом же я сказал чуть другими словами. Одна из задач у нас поговорить и, скажем так, отместить, то есть сделать так, чтобы попытаться сделать так, чтобы люди перестали называть фрагментации, то, что фрагментацией не является. И, кстати, вот я вижу комментарий в ответ на, мой ответ был опять Вячеслава Ярохина, каким образом вы собираетесь это делать, вот ровно так же, рассказывая, как интернет работает с технической точки зрения. В этом и есть суть технического управления интернетом. Вот я сейчас рассказал о том, что мы не считаем фрагментацией, соответственно, я надеюсь, что люди, участвующие в этом заседании, уже вот такой аргумент применять не будут. А, пожалуйста, еще вопросы, комментарии по всем тем темам, которые мы сегодня задавали. Андрей Романов, пежу руку, пожалуйста. Коллеги, еще раз добрый вечер. Ну, у меня такой вопрос авиаторический, я его задавал уже в чате. На самом деле, довольно много и на всех площадках, и вот уже больше года говорится об этом глобальном цифровом договоре, который мы, так сказать, от времени от времени обсуждаем, дискутируем, что-то делаем, какие-то предположения, вклады и так далее. Вот. Но, честно сказать, меня вот этот процесс вообще не устраивает совсем. То есть, кроме слов за все хорошее против всего плохого, и как мы обязательно это сделаем, и расширим сотрудничество, и все будут счастливы, и здоровы, и жить долго, богато, и, соответственно, везде, по всему миру. Но, вообще, про что это будет договор, и какие там основные положения, и какая там структура, и так далее, вот представления нет совершенно никакого. И я не понимаю, как долго еще можно обсуждать в таком режиме достаточно серьезный документ. Ну, в общем, у меня есть определенные опасения, что в итоге, так сказать, это выродится в очередной какой-то пшик. Просто есть хороший пример, когда делали документ на этом идеале, естественно, там прошла фаза мозгового штурма, и здесь она уже прошла более чем полгода назад, но там потом собрались люди, которые, так сказать, реально представляли из себя как бы мозг этого процесса, и что-то сформулировали, что потом можно было обсуждать, принимать, дискутировать, вносить изменения какие-то. Пока нет базы, широкое обсуждение вот этого проекта, оно просто бессмысленно, то есть оно совершенно бессмысленно. Когда «А что вы предлагаете?» задает вопрос. Кто-то ей это предлагает, кто-то что-то, а это мы рассматривать не будем, это вообще несущественно. И вот вокруг этого крутится вся эта дискуссия, которая совершенно на данный момент мне кажется совершенно бесполезна. Я не знаю, может быть, я как-то отстал от жизни, и, соответственно, там что-то какие-то уже сформулировал, основные положения, структуры и так далее, но тем не менее меня удручает вот это вот состояние этого процесса. Спасибо. Андрей, это больше комментарий, или ты все-таки хотел бы какой-то вопрос задать все эти связанные? Это просто замечание, да? Вопрос риторически, то есть он не требует ответа. Если бы Вадим Глушенко не отключился, он бы мог подискутировать с Андреем Георгиевичем, потому что как раз мы и были на нескольких круглых столах, которые проводил Центр глобальной этикой операции, посвященными выработки предложения сначала нашим сообществам, потом как раз глобальным сообществам, как это будет определяться и утверждаться какой-то окончательный текст. И тогда дискутировали много, и, наверное, конечно, Вадим, как оператор процесса в России по сбору вот этих предложений глобально-сифровой договор, мог бы сказать, ну и мы ведь свою часть собирали, Андрей Георгиевич, ведь вот вы так пытаетесь как бы уже заранее обесценить что ли большую работу, к которой сами же были причастны. А вдруг что-то и получится хорошее? Как говорится, работа проделана большая, но все придется переделать. Это, в общем, как часто у нас бывает. Тем более, что вот эту мысль, которую я повторил сейчас в виде литерического вопроса, я высказывал на самом первом встрече, который организовывал как раз Вадим, где-то мы встречались там в центре, я не помню, как называется это место, какая-то бизнес-площадка. Вот, но лучше с этого не стало, и если посмотреть результат, ну, в общем, где-то и наши работают, такой фрагментарный характер он носил, ну, просто нет системы, понимаешь, вокруг которой можно выстраивать свои предложения. А пока нет системы, они вот носят такой, как бы, во-первых, достаточно широкая тема, тема необъятная, просто интернет, как, так же не исчерпаем, как и Атом, как говорил Ленин, вот, и поэтому, вот, первое, что приходит в голову, да, надо защищать детей там в интернете, и да, мы пишем туда обеспечить надежную защиту детей в интернет, выстроить международную там сеть, как бы, там, центров по повышению awareness raising, и там, что там, что там еще бывает, если здесь, вот, но структуры нет, если посмотреть тот документ, который готовил Вадим, в том числе, он тоже носит такой отрывочный характер, и, в общем, на базе него выстроить документ невозможно, как и на базе нашего, наших предложений, которые мы вносили, в частности, в процессе сбора, сбора предложений, вот, генерального секретаря. Самый структурный документ, который был представлен, мне кажется, в рамках этого процесса, это было предложение летней школы по управлению интернета, который в Майсоне, который организовывал Клин Вахтер, и там вот эта вся банда в главе с Авридори, Татьяной Тропиной, и вот, ну, то есть, вот это реально просто голову, они сели, я помню, как мы с ними, там же в Майсоне проводили мероприятия, и это люди, которые реально рулят процессом, которые понимают, как это должно выглядеть, это был самый структурный документ, и мне кажется, ну, не знаю, вокруг него тоже сложно будет выстроить глобальный договор, именно потому, что он глобальный, вот, ну, в общем, внушает это обиженное опасение от состояния этого процесса. Спасибо. Спасибо большое, Андрей, это Павел, короткий комментарий, у нас есть на сайте ICANN выпущена запись в блоге, который подготовлен нашим департаментом, который исследует, собственно, глобальной политики, по поводу цифрового договора, как раз глобального, там не столько замечаний к текущему содержанию глобального цифрового договора, сколько есть несколько, ну, скажем так, комментариев к тем предпосылкам, которые принимались во внимание при обсуждении вообще его создания, то есть, в частности, там, по поводу стейкхолдеров и некоторых других, вот, они не то чтобы ставят под сомнение, но к ним задаются определенные вопросы, и, в общем, это как раз может заставить некоторые эти предпосылки, ну, если не пересмотреть, то просто взглянуть на них, может быть, чуть с другой стороны. Наталья, вижу руку твою. Пожалуйста. Спасибо большое, Миша. Я хочу сказать, что мне кажется, нам нужно выстроить правильное отношение, как вот в жизни, с правильной философией, да, если что-то не нравится, поменяйте отношение к этой субстанции. В общем, все, что происходит в рамках IGF, как мы понимаем, не имеет мандата потом, ну, точечной реализации конкретной, вот, мне очень нравится структура IGF, которая зонтиком потом расходится на регионы. И в регионах, вот как Андрей Воробьев правильно сказал, уже обсуждаются более точно и прицельные темы, которые важны для этого региона, для этих групп стейкхолдеров, которые принимают активное участие. Мне кажется, ни к одному процессу глобальному мы не можем подойти без критики, потому что мы же видим, да, сами, когда у нас русский IGF проходит здесь, значит, не те темы не пригласили к обсуждению, пригласили, но не так. Мне кажется, то же самое происходит на глобальном уровне, с цифровым глобальным договором тоже. И я хочу сказать, что мне кажется, мы на своем веку, если IGF будет продолжаться долгие годы, никогда не увидим никакие процессы в идеальном порядке. То есть, например, я могу быть лично обижена в этом году тем, что мою сессию, в которую я попыталась поместить представителей всех регионов, всех пяти глобальных регионов, которым представлено сообщество внутри Айкена к обсуждению не только фрагментации интернета, но и позиции по отношению к суверенитету, к суверенному интернету в каждой стране. Мне кажется, это была бы какая-то огненная дискуссия, вот, ее не случилось, потому что предложение было принято. Значит, видимо, сейчас, ну, вот такой более мягкий подход к этому вопросу, и, мне кажется, всегда можно найти другие площадки, другие возможности для уточнения дискуссии. Договор, как документ, ну, будет, наверное, он не всем будет нравиться, наверное, он будет долгое время перерабатываться после 2024 года и дорабатываться, вот, когда-то мы увидим его в идеальном состоянии. Мне кажется, вообще здорово, что подходит к, вот, созидательно к этому процессу, привлекая, и спасибо большое, кстати, вот, Андрей, Вадим, Вадим ушел, все равно большое спасибо, ему есть возможность принять всегда участие в этих инициативах, и, мне кажется, вот для всех участников таких дискуссий, ну, там, где вы хотите быть, вы там будете, так что, пожалуйста, ну, это не ответ, но мнение просто, спасибо. Спасибо большое, Наташ, почти два часа мы в эфире, я думаю, что у нас есть время еще на один, максимум два вопроса, и будем потихоньку подводить итоги сегодняшнего заседания. Кто-нибудь хочет задать какой-нибудь вопрос или прокомментировать, или рассказать о своих ожиданиях от этого форума из участников? Пока не вижу рук и комментария в чате. Наташа, это рука или что? Да, не нога, точно. Хорошо, давай. Спасибо, Миша. Я просто, знаете, извиняюсь, да, мы все ждем 25-го года, мы все помним, что было обещано, что Айджейф пройдет в России, но кто же знает, я просто хочу нам всем пожелать крестить пальцем, вдруг это случится, это было бы очень здорово. Прекрасная точка сегодняшнего заседания. У нас задача была прежде всего анонсировать эти сессии, да, мы даже не пытались, в общем-то, изначально мы не ставили себе задачу глубоко погружаться в те дискуссии, которые предстоят. Я думаю, что мы сможем вернуться еще к этому всему на том редауте, который мы уже сами для себя запланировали, будем держать обязательно в курсе всех участников, всех слушателей о том, когда он состоится, то мы будем обсуждать и кто примет в нем участие, а на этом нам, наверное, остается только завершить наше заседание, поблагодарить наших спикеров за ваше время, за вашу экспертизу и пригласить вас оставаться с нами дальше. Спасибо вам и до свидания. Мне кажется, что тема редаута, она вообще, наверное, как главный итог нашего сегодняшнего заседания дискуссионного клуба, потому что это важно, потому что мы подводили всегда очень хорошо итоги ICAN и рассказывали, что произошло, но почему-то вот про IGF мы так не делали, а спасибо за эту идею, за эту мысль. Осталось провести, что называется, принять участие в IGF и дальше реализовать редаут. Спасибо вам большое. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok